Привет всем! Сегодня у нас суть вопроса такая Как пользоваться нашим скрином И как обнулять ОЗ по датчику обнуления инструмента Сейчас я вам покажу на экране Вот в этом окошке у нас выданы все параметры Подписано обнуление ОЗ по пластине Сама кнопка активации функции Далее у нас идет нижняя графа 19,5 мм Это у нас высота непосредственно нашей пластины Сейчас я вам ее покажу Вот так собственно она у нас выглядит Вот пластина 19,5 мм И крокодильчик для того, чтобы контакт вешать на сам инструмент, на фрезу Вот так она у нас выглядит На обзоре у нас сегодня станок Woodrooter Далее идем У нас подскок Подскок это на какую высоту поднимается ОЗ после первого касания пластины И после первого касания он поднимется на 3 мм И дальше едет на более меньшей скорости для более точного обнуления Дальше у нас идет скорость Скорость у нас составляет 200 мм в минуту Можно ставить больше, можно и меньше Но не превышать их для того, чтобы контакт вовремя срабатывал и не сломали инструмент Далее у нас идет функция безопасная Z Этот параметр надо всегда указывать выше, точнее даже больше, чем сама пластина Суть какая? После обнуления у нас возьмет датчик, пластину Параметры пластины пропишет себе И потом поднимется на 30 мм выше самой заготовки В принципе сейчас я продемонстрирую, как это выглядит на самом станке Итак, по X и по Y мы выставили 0 0 у нас является центр заготовки Не знаю, видно вам или не видно, я ее расчертил И теперь обнуляем ОЗ Перемещаемся к нашему датчику Подвинем датчик, поставим на место, где у нас не будет производиться обработка И запускаем работу наш датчик Вот у нас вот Z обнулился Сейчас я сниму датчик Щуп, крокодил Снимаем Убираем его Джекот у нас уже загруженный 0 по Z мы отнулили И начинаем обработку Нажимаем старт Разгоняется шпиндель Сейчас у нас производится черновая обработка Фреза у нас 6 миллиметров Шариковая Ребина фрезеровки 7 миллиметров Редактор субтитров А.Семкин Вот, собственно, у нас закончилась черновая обработка И переходим к чистовой Фрезу я уже поменял Крокодильчик на датчик одел уже на фрезу Перемещаемся к нашему датчику Вот мы подъехали примерно к нему Подъехали И нажимаем Обнулить визет Обнуляем Вот, собственно, визет у нас обнулилась Снимаем Крокодил И убираем датчик обнуления инструмента Ну, в принципе, мы можем запускаться, фрезеровать G-код у нас чистого же загружен Нажимаем старт Ну, собственно, у нас пошел процесс фрезеровки Чистовой Сам процесс чистовой обработки Напомню, станок у нас в другую каратин На рельсах направляющих Шпиндель полтора киловатта Ну, вот мы наблюдаем, собственно, процесс чистовой обработки Фреза у нас комическо-свилическая Радискрубление 0,5 мм Шаг мы используем 0,8 мм Покажу, что дальше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, ну вот, собственно, у нас дорезал Чистовая обработка Сейчас будем менять фрезу Поднимем Подъедем немножко Все буду делать в реальном времени Берем ключи И берем финишную фрезу Это у нас концевая Берем фрезу Вот, собственно, шестерка Концевая Берем датчик обнуления инструмента Уложим под нашу фрезу И убиваем на саму фрезу Рампуляем инструмент Одну ручку поездят Загружаем наш новый джекор Для черновой обработки Открываем его Пока он у нас прогружается Мы уберем фрезу Точнее, датчик обнуления инструмента Убираем датчик Убираем датчик Джекот у нас загрузился И мы можем начинать производить фрезеровку Нажимаем старт Шесть секунд задержка идет на разгон шпинделя И вот, собственно, прошла Черновая обработка С выравниваем плоскости для рельефа С выравниваем плоскости для рельефа С выравниваем плоскости для рельефа Ну вот, в принципе, и все Сейчас покажу, что у нас получилось Ну вот, собственно, вот такой вот герб Мы сегодня вырезали В три фрезы Первая фреза Черновая шариковая шестерка Вторая 0,5-я, конечно, сферическая И шестерка танцевая Что в итоге мы получили Все, всем спасибо До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok